Противостоять буллингу, находить общий язык, дружить и мириться при разногласиях. Юные школьные медиаторы Александра Матюнина и Мария Черных проводят с младшими товарищами профилактические занятия, где в игровой форме прививают ребятам уважение друг к другу, помогают разрешать конфликты. Все это проходит в рамках школьной службы примирения. Сначала надо выслушать каждую сторону. Конечно же не обвинять. Нужно выслушать позицию, как он считает эту ситуацию. После того, как мы выслушали обе стороны конфликта, надо спросить разрешение, можем ли мы поговорить вместе. И уже в доверительных отношениях, то есть никого не обвиняя, разговариваем с обоими сторонами конфликта и выясняем, в чем же проблема. То есть как можно это решить. Ищем вместе способ, как можно решить данный конфликт. Один из способов выявить проблему – решить ее совместные просмотры и обсуждения фильма на актуальную тему. У нас был такой случай недавно. Мы проводили такой диалог. Обычно дети очень неохотно идут на диалог, но тогда получилось довольно хорошо. И мы достаточно много разговаривали с детьми. И у нас даже получилось решить проблему. Там была такая проблема, что одного мальчика недолюбливали. И после этого диалога классный руководитель сказал, что там все стало лучше. Профилактику школьной травли проводят в рамках проекта «Обидка», который так и расшифровывается – обычная история детской коллективной агрессии. Здесь мы используем всевозможные диагностические игры. Мы используем просмотр фильмов, сюжеты которых основаны на травле, на буллинге. И мы проводим круги сообщества, то есть круги примирения, когда очень важно, ведь если травли присутствуют в каком-то коллективе, страдают все. Нет ни одного человека, который не пострадает от этого. Соответственно, и помощь, и восстановить норму тоже нужно всех. В текущем учебном году в более чем 10 школах был организован данный проект. Он очень значим для самарских школ, поскольку на нем дети повышают свои коммуникативные навыки. В Самаре школьная служба примирения работает во всех общеобразовательных учреждениях под ведомственных профильному департаменту. Всего таких на территории областного центра 153. По словам организаторов, именно принцип «равный равному» важен в работе, поскольку школьники прислушиваются к своим сверстникам и быстрее находят с ними общий язык. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова